В понедельник, 5 марта 2022 года, в Германии почтили память 11 израильских спортсменов, убитых палестинскими террористами из организации «Черный сентябрь» в 1972 году, во время Мюнхенской Олимпиады. В главной мемориальной церемонии, проведенной в Олимпийской деревне Мюнхена, принимали участие родственники погибших. Президент Израиля Исха Герцег, федеральный президент Германии Франк Вальтер Штанмайер, министры, депутаты парламентов и представители национальных олимпийских комитетов двух государств. Президент Германии признал, что в сентябре 1972 года его страна не оправдала доверия. Организаторы Мюнхенской Олимпиады хотели показать миру новую Германию, а оставить в прошлом Олимпийские игры, проведенные нацистами в Берлине в 1936 году. Однако организаторы были обязаны позаботиться не только об имидже своей страны, но и о безопасности тех, кто с первого дня игр находился под угрозой. В первую очередь, о безопасности спортсменов-израильтян. Израильские олимпийцы были нашими гостями, они доверяли нам, хотя знали, что едут в страну, где творились страшные преступления против евреев. Среди членов израильско-олимпийской сборной были пережившие катастрофу. Подчеркнул Франк Вальтер Штанмайер. Действительно, среди погибших от рук террористов во время Олимпиады в Мюнхене были репатрианты из Советского Союза и стран Восточной Европы, пережившие Холокост. Бывшими гражданами СССР и новыми репатриантами были спортсмены Зейв Фридмен, Эли Эзер Халфин и Марк Славян. «Посылайте мальчиков», – коротко сказала тогдашний премьер-министр Израиля Голда Мэйер. И в течение одного года израильские спецслужбы выследили и истребили всех убийц израильских спортсменов и большинство лидеров группировки «Черный сентябрь». В 2017 году в Олимпийской деревне Мюнхена открыли музей памяти израильских спортсменов, погибших в теракте. Там прошла и мемориальная церемония спустя 50 лет после трагедии. Во время своего выступления на ней, отвечая своему германскому коллеге, президент Израиля Ицхагерцег сказал, «Решение правительства Германии взять на себя ответственность за смерть израильских спортсменов, провести глубокое и всестороннее расследование обстоятельств бойни в Мюнхене и выплатить достойную компенсацию семьям погибших – вклад в победу добра над злом, пусть и с опозданием на 50 лет. Это шаг в правильном направлении». В памятной дате предшествовали скандалы в Израиле. Родственники убитых спортсменов угрожали бойкотировать церемонию в знак протеста против унизительной компенсации в 5,5 миллионов евро на всех, предложенной официальным Берлином после многолетних требований израильской стороны. Компромисс по вопросу выплат компенсации был достигнут 31 августа, за пять дней до церемонии в Мюнхене. Правительство Германии увеличило сумму компенсации родственникам израильских спортсменов, убитых в 1972 году, до 28 миллионов евро. Около 20 миллионов из них будут выделены из федерального бюджета. Остаток суммы предоставят земля Бавария и город Мюнхен. Таким образом, 23 семьи убитых получат примерно по 1 миллиону 200 тысяч евро каждая. Второй скандал разгорелся, когда на Западе в число лишившихся жизни в связи с Мюнхенской трагедией попытались включить и уничтоженных Моссадом палестинских террористов из Черного Сентября. Попытка вызвала возмущение, и к ней больше не возвращались. Можно было бы назвать скандальными и итоги опроса общественного мнения, проведенного Израильским институтом геокартография среди израильских подростков еврейского происхождения. В опросе приняли участие 405 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Результат таков. Около 30% опрошенных не слышали о теракте на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Две трети подростков никогда не слышали фразу «11 погибших» и не смогли связать ее с Мюнхенской трагедией.